Паттерн Здравствуйте! С вами снова я, Александр Шевчук. И на этом уроке мы с вами рассмотрим одиннадцатый паттерн из каталога Gov, который называется FlyVet. Сразу хочу отметить то, что касается этого паттерна. Этот паттерн очень технический. Сказать, что он там предоставляет какие-то такие концептуальные возможности, ну, сказать нельзя. Скорее всего, этот паттерн – это вынужденный подход к работе с объектами. И вот у нас в программировании есть две разновидности объектов. Это разделяемые объекты и неразделяемые объекты. Что это такое? Разделяемые и неразделяемые объекты. Многие даже не слышали о таких. Ну, вот, собственно, вот этот момент мы и рассмотрим на этом уроке. И паттерн FlyVet, он как раз нам и показывает, когда нам нужно создавать разделяемые объекты, когда нам нужно пользоваться неразделяемыми объектами. Что это такое? Какое там у них бывает свое внутреннее и внешнее состояние? То есть, такой технический подход. Вот. И вот, собственно, вот эти моменты мы и будем рассматривать. И паттерн FlyVet, он как раз и описывает работу с разделяемыми и неразделяемыми объектами. И как же правильно эти объекты нужно разделять? Как же ими нужно правильно пользоваться? Вот это главная задача паттерна FlyVet, описать вот эти процессы. Значит, русское название у паттерна – приспособленец, английское – FlyVet. Перевод вообще совершенно не тот. Вот наша задача и будет рассмотреть все вот эти различия, все вот эти тонкости и все вот эти моменты, которые как-то у нас не стыкуются друг с другом. Ну, а мы с вами традиционно перейдем к метафоре и планомерно начнем рассматривать все вот эти вопросы. Потому что, скажем так, что паттерн очень спорный. И, как вы видели, частота использования паттерна очень низкая. Почему низкая? Да потому что, где только есть возможность, где разработчики только усматривают, проектировщики усматривают возможность применения паттерна FlyVet, они быстро его применяют, и чтобы никто другой его не применил. То есть, вот, так сказать, стараются элиминировать эту сложность. И Microsoft очень много где его использовал, что он нам просто не оставил возможности, практически нигде его использовать. Хотя, случаи бывают, и мы с вами вот рассмотрим вот эти моменты. Ну, хорошо, а мы с вами переходим к рассмотрению метафоры. Я думаю, что многие наши зрители знакомы с фильмом про Остина Пауэрса. Так вот, чем примечателен этот фильм? Тем, что вот этот актер, Майк Майерс, который вы видите на экране, он сыграл в этом фильме сразу три роли. Он сыграл самого Остина Пауэрса, вот он посередине, доктора зло, и вот этого персонажа, которого они называют жирный ублюдок. А в чем от такого подхода может быть польза? Да профит налицо. В Голливуде, представляете, сколько денег, если он сам еще режиссер, директор картины, сколько денег он сэкономил? Миллионов долларов. На зарплатах актеров, на главных ролях. Ну и не только деньги, тут, конечно, еще и талант. Потому что талантливого актера очень сложно найти. Но мы вернемся к техническим моментам фильма. Значит, один актер играет сразу три роли, вот как в данном случае. А, собственно, что такое роль? Роль, она тоже физическая. Давайте посмотрим на этих персонажей. Смотрите, вот этот жирный персонаж. Разве он похож на Мэка Майерса? Конечно же нет. Получается, что на него натянули какой-то резиновый костюм, который имитирует вот эти формы жирные, которые это все имитируют. А вот сам Устин Пауэрс. Смотрите, разве у него такие волосы? Очки, жабо с валанами, мини-узик. Это тоже целый набор каких-то актерских атрибутов, которые относятся к определенной роли. Их можно потрогать, вот они лежат. А Доктор Зло, это тоже костюм, это какая-то маска, потому что они надевают на себя какие-то маски. И, собственно, понятно, что роль она физическая. Ее можно потрогать. Это отдельные три объекта. Так вот, эти все три объекта, давайте их олицетворим. Добавим им вот какой-то жизненности, например. Вот эти три объекта, три костюма, каждый из них знал о вот этом актере. То есть эти три костюма, три роли разделяют одного актера. Получается, что Майк Майерс, актер, является разделяемым объектом. И кто его разделяет? Роли. Мы не берем клиентов, которые смотрят фильм. Дело в том, что когда клиенты смотрят фильм, зрители, они, собственно, не думают о том, что это один и тот же актер. Я сам об этом не знал. Просто искал удачную метафору и наткнулся. И сам был очень удивлен. Я сам не мог подумать, что один актер сыграет три вот эти роли. Тем более, они такие активные роли. Они там друг с другом взаимодействуют, один другого там стреляют. И получается, мы здесь клиентов в расчет не берем. Условимся, что в нашем случае роли это не разделяемые объекты, а Майк Майерс, актер, разделяемый. И он разделяется между ролями. С какой целью? Ну, повторюсь, возможно, с целью экономии. Возможно, с целью. А может быть, он просто не мог найти таких талантливых актеров, которые могли бы так бы правильно, по его замыслу, сыграть эту роль. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...